Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале! А мы с вами продолжаем следующий выпуск! Сейчас зашли в магазин продуктов и что нибудь возьмем сейчас. Мы же уже купили кофе, нет? Ты хочешь попробовать? Не знаю. Сколько стоит по акции? 9 евро. 9 евро сейчас стоит по акции. Попробуем этот кофе. Попробуем этот кофе. Нам понравится этот кофе. Едет тот покупать кофе. А вот мы такой покупаем, да? Эспрессо. А, талавация, талавация. Паулим. Мы не покупали паулим вообще никогда с тобой. Капсулы приехали сейчас за капсулами. Сейчас возьмем к нашей этой новой кофеварки. Да? Мне нужно яблоко. Не знаю. Здесь можно еще и курица посмотреть. Или в курином магазине будем курицу брать. Да, Витя? Это самодавно. Постой, я сейчас возьму эту самую курицу. Что ты возьмешь? Курицу. Давай. Так, вот тут печенье есть. По акции. Нет, без акции. 4,99. Печеньки всякие разные. Так, ну вот, черный виноград стоит евро 26. Ведь твой любимый виноград, который без косточек. Нет. Не тот? Мне кажется, тот. Он сейчас по евро 35 акция. Нет? Нет. Так, апельсины. Апельсины евро 89 стоят. Очень. Слушай, ну нам желательно кислые, конечно, яблочки, да? Если что. Так. Сливы по евро 59. Ага, идите. Не будем здесь яблоки брать, Витя? Так, яблоки по 99 центов. Вот, рис мы покупаем экстра, наверное, сегодня для курицы. Я не знаю, может, ну ладно, возьму экстра для курицы. Хотя бы лучше, наверное, немножко другой взять для курицы, то что я буду делать. Так, стоит он сейчас без акции евро 81. Для плова есть? Да. Вот я думаю, может нам надо, может нам надо для плова лучше рис? Мне для плова, если что, дома есть, я посмотрю, какое бы сегодня использовать для этого блюда, которое я буду готовить. Буду готовить в первый раз, сама придумала его. Поэтому немножко не знаю, какой риск мне надо. Я еще подумаю. Молечка после прививки опять у него шоппинг сегодня у тебя. Все эти весь день с нами, да, зайка? Весь день сегодня с нами. Решили, да, вот такие вот зеленые яблоки. Так, по евро 72. Такие возьмем. 78. Так, бананы сейчас стоят 89 центов. Надо какую-то веточку нам выбрать. какую-нибудь красивую. Это вроде ничего, не? Нормально, да. Давай. Посмотреть там, может быть, выбери что-нибудь. Так, свежие огурчики. Сейчас они стоят евро 19. Ну, здесь на двоих груши большие-большие. Посмотрите, какие. 2,29 сейчас они стоят по акции. А так стоили 2,99. Решили пару штучек взять. Но нам с мужем хватит одной на двоих, потому что, ну, очень большие. Там какая-то спресс у меня показалась, нет? Ну, они все обработали. Сюда. Я так думаю. Парочку. Ну, да. Парочку возьми, много не бери, да? Они быстро созревают. Да, хорошо. Проверим? Так, берем черри. А черри у нас стоит, вот эта упаковочка, евро 69 стоит. Ну, сейчас уже мы очень любим черри, нам очень нравится. Особенно это стоит на веточке. Так, дыни сейчас по 65. Коля. Так, зашли в середочный отдел. Папа кто-то хочет выбрать середочку какую-то. Вот стоим и думаем, что выбрать такое вкусненькое. Ну, вот нашли мы капсульный кофе. Вот, по-моему, вот такие у нас будут упаковочки, если я не ошибаюсь. Надо будет там точно посмотреть. Эспрессо, а вот, блин, не помню. Ну, по-моему, вот это, наверное, я не знаю. Вот тут есть такие все. Разные. Вот ценники. Здесь 10 штук. Слушай, дорого получается. Так, взяли еще курочку. Курочка стоит 2,62 за килограмм. У нас здесь 1,666 кг. 4,35 кг. Берем только тековую всегда. Это наша местная продукция тековская. Мы берем только ее всегда. Что еще, зая? Ой, вышли мы из магазина, короче. Появилось сейчас солнышко на улице. Жарище. Вот в этой ковсе мне просто жарко. По ощущениям, где-то около 20 градусов. Это Прибалтика. Для Прибалтики у нас такая осень, вообще теплая. У нас немножко лето как бы сдвинулось. Да, позже началось. Но оно зато продлилось за счет осени. Теплый сентябрь, теплый октябрь, 7, 4 октября. И тепло. Зато ребята сэкономили на отопление. На счетах немножко, хоть немножечко. Но на месяц где-то мы сэкономили, да, наверное, на отопление. Не знаю, как долго продлилится это тепло. Хотя я читала, что где-то уже подключат отопление. Нафиг оно надо, надо подключать в такую погоду, если тепло. Если бы у нас в доме включили бы отопление, мы и так с открытыми окнами спим. Потому что нам тепло. Мы даже зимой у нас подключают отопление, мы окна с ними открываем. Потому что нам очень жарко. У нас батареи везде стоят, ну там, где-то вообще отключены, да. А где-то стоят на троечке только. И с пяти позиций. Тройка, двойка, так вот мы ставим. И все равно жарко очень. Ну, у нас дом утепленный. И у нас не с краю квартира, да. У нас очень как бы тепло. У нас дом новый, утепленный, поэтому очень тепло. Да, в тех домах, где они не утепленные, старые дома, да, там у них прохладнее. И за отопление они платят больше, мы за отопление платим меньше. Так, ну я тут сбегала, купила собаке всего по килограмму печенку взяла. Килограмм сердца, килограмм желудков, килограмм там такие обрезки мяса взяла. За все отдала 10 евро. Будем ей готовить, короче, вместе с крупой эту еду. Я готовлю, порционно раскладываю и в морозильную камеру. И потом достаю упаковочку, и упаковочки хватает на 2-3 дня где-то так. И потом следующую. Так, чтобы мне каждый раз как бы не готовить, я так всегда делаю. Мне так очень удобно. А сейчас муж побежал в другой магазин. Побежал мне за шампанским, который я очень люблю. Оно такое красного цвета, оно сладенькое, легкое. 8 градусов всего. Пьется как лимонад. Обожаю это шампанское. Я пью только его, потому что от кислого шампанского у меня желудок будет. Так себя не очень хорошо как-то чувствовать, неприятно в желудке. Ощущения такие, да. А вот, возможно, повышенная кислотность, да. А вот этого шампанского я очень хорошо себя чувствую. В общем, в Сенекая мы купили кофеварку, я потом вам покажу, да. Я уже говорила, что купили кофеварку. Просто пока муж ушел, я решила включить камеру, поболтать немножко. И купила мужу подарок. Телефон ему купил. Такой же, как у меня. Xiaomi Note 8 Pro. Потому что его телефон, у него Samsung, уже ему 5 лет, уже пора менять. У мужа день рождения, в декабре, правда, да. Но я решила сейчас уже купить, чтобы мне уже не париться. Потому что он знал, что я буду все равно покупать телефон. Его телефон меня раздражает. Он иногда после труда сделает мне там что-то такое, да. А я, он бывает иногда там виснет, долго там что-то не подключить. И там, что мне больше всего бесит, то что в банке, да, у нас есть такое приложение, ID-приложение, да, с помощью которого мы вводим там пины все, да, и переводим деньги или рассчитываемся там все. И у него уже этот телефон не поддерживает это приложение. И вообще уже многие приложения этот телефон у него не поддерживает. Вру, он даже не ID, а саму банковскую, по-моему, вот, вот, систему он, по-моему, не поддерживает, да. По-моему, так даже. В общем, какое-то приложение не поддерживает. Меня это очень сильно раздражало. И сейчас уже купила ему нормальный телефон в подарок, чтобы даже хотя бы банковские переводы переводить. А потому что он не причисляет деньги, бывает, да, с телефона, с банка на банк через телефон. И с этого телефона не сделать ничего. Все уже пришел. Ничего не перевести, короче. Сейчас хоть не будем париться. Все будет нормально, будем переводить. Поэтому я не знаю, для кого больше я покупал этот телефон, для него или для себя, чтобы мне свои нервы не трепать. Ведь надо было здесь съехать и выезжать туда. Нет. Почему? Не было. В общем, опять мы возвращаемся в Санакай. Там есть отдел, где продается шампанское. Потому что может зашел в этот магазин, где хотел купить, говорит, нет этого шампанского. А оно не везде есть. А даже где-то есть, оно на 2 евро дороже, чем там, где папа себя покупает, да, ведь? Да. Так оно вот стоит, ты покупаешь 5, чем берешь это шампанское. По 4 евро 30 центов он берет, да, по 4,40 где как, да. А вот в магазине в обыкновенном оно стоит 6 копейками, на 2 евро дороже стоит. А мы покупаем его на 2 евро дешевле. Вот поэтому сейчас едем, возвращаемся в другой магазин, мы зайдем в шампанское. Потому что забыли, когда мы были, это где мы покупали кофеварку. Вот там есть отдел, мы забыли показать и купить это шампанское. Сейчас он купит. Вот там я покажу, как это любит шампанское. Очень вкусно. Это мой легкий напиток, который я могу единственное пить. И, кстати, этот телефон, который я сейчас купила мужу, нападал на день рождения. Купила зяке своему, да. Себе его покупала за 300 евро, а сейчас он подешевел. Прошло, наверное, полгода, как я купила себе, да, где-то, наверное, да? Да, полгода. Прошло. А сейчас стоит 200 евро. На 100 евро подешевел за это время. Так что, мне, наверное, повезло. Нет, вернее, повезло купить ему подарок, но мне самой дороже он обошелся. Ну, ничего. Зато мне очень нравится этот телефон. Вообще, я всегда раньше сидела в Samsung, но это, да. А сейчас мы на Xiaomi перешли. Я перешла пока. Сейчас папа подсадила, да. У меня сын первый купил Xiaomi, да. Вот вторая купила я. Я сначала у сына спросила, как. Он говорит, отличный телефон. Ему очень нравится, да. Ну, и все. Я купила себе тоже очень довольна. Надеюсь, папа тоже будет очень доволен. Папа пить ему шампанским. И что я хочу сказать, да. Я себе очень хотела... Моля! Очень хотела себе Samsung, который стоил 1300 евро. Хотела из-за камеры, потому что я все снимаю на телефон. Или на фаншете снимаю, да. Моля! Успокойся! Вот кто-то уходит, так вот сюда на себя ведет. И мне нравится, что хорошая камера. Для меня это важно память телефона и камера, да. Но дело в том, что 1300 евро отдать за телефон, ну, это, вы знаете, я не знаю, насколько богато, чтобы такие, ну, суммы тратить, да. Ну, если там, допустим, такая, ну, вот супер камера, там все. Но дело в том, что, если бы его надолго хватало. Но проходит 2-3 года, телефон уже надо менять сейчас. Потому что приложение, в самом деле, тяжелее, качественнее. И железо уже не выдерживает телефонное. Их надо менять. А вот за 300 евро, вот я купила, да, сейчас стоит 200, например, евро. Да хоть, хоть каждые 2 года менять не так жалко, да. Чем ты купишь за 1300 евро? И потом, извините меня, через 2 года опять за 1000 купить? Ну, нет, извините. Это, я считаю, слишком дорого. И как вот мы с родственниками разговаривали, да. Купил за 200, за 300 телефон? Потерял там или чего? Хоть и так жалко, да. Пошел, другой купил, да. Купил за 1300, и ты будешь одним трястись. Не дай бог, царапина какая-нибудь. Не дай бог, ты его где-то предаешь. А не дай бог, ты его потеряешь. Ну, это вообще трагедия. Или сломаешь, или сядешь на него. Ну, вы что, да. Ходить и трястись, да, над телефоном, да. Или так, просто спокойно себя чувствовать. А чем ты больше на вещи трясешься, тем больше случится. Когда ты об этом не думаешь, то ничего об этом не случится. Поэтому, я считаю, 1300, сейчас пошли эти телефоны, я считаю, ну, это необоснованно высокая цена. Ну, не знаю. Я считаю, телефон, это телефон, это средство связи. Ну, для меня, конечно, это еще средство моего увлечения, средство моего хобби. Потому что я снимаю, веду видеосъемки. Для меня, как я уже говорила, очень важна камера, качество съемки, конечно. И очень важна память. Это те две вещи очень для меня важны. Ну, все, сейчас муж придет, уже едем домой. Дома я вам покажу, что мы набрали, короче, продукты, сколько чего заплатили. Ну, что, сколько стоит, я вам не буду, наверное, все назвать. Потому что я и так в магазине более-менее показала, что сколько стоит, да. Ну, если что не показала, потом тогда почеку посмотрю, скажу вам. И вообще, он себе хочет электросамокат. Но если брать электросамокат, надо брать подороже, да. Там, ну, минимум хотя бы за 400 евро, я так думаю. Там был за 300 евро, за 400 евро. За 400 евро он быстрее заряжается, и там чуть-чуть пробег побольше можно сделать, проехать за день. Там 25 километров. А за 300 евро, по-моему, 20 километров. И дольше заряжается, как-то так, да. Ну, кстати, тоже Xiaomi, да. Но я уже говорю, может кто-то на день рождения подарит деньги. Там, если будет не хватать, добавим и купим уже нормально тебе самокат тогда. Потому что он как бы на работу ездит, в самый раз будет на самокате. Он не очень далеко работает от дома, да. Ну, расстояние есть. Пешком вроде как далековато, да. Чтобы на транспорт деньги не тратить, так на самокате туда, а на самокате обратно как бы до него в самый раз. Потому что на машине почему-то он не хочет на работу ездить, а я на работу на машине езжу. Потому что у меня надо ехать в центр, да. И как бы нам на машине получается дешевле, чем покупать билет. Билет в транспорте у нас стоит евро 15. Да, это если покупать в киоске. Если покупать у водителя, стоит 2 евро у нас. Поэтому мне дешевле, например, на машине ездить, да, чем на транспорте. Ну, вот. А на самокате я говорю, что, как бы, ну, купим тебе попозже самокат. Если что-то подать, какую-то денечку, там, пойдем, добавим. Ну, вот он просто сейчас, как бы, хотел. Ну, как бы, 400 евро на самокат сейчас каким-то мы не готовы, как бы, да. Ну, так, так что... Я просто не знала, что у него, как бы, в целях самокат, что он хочет мне говорить. Об этом, как бы, не говорил, да. Я уже, как бы, давно уже запланировала, что я ему куплю на день рождения, как бы, телефон. Так, а про самокаты в первый раз, как бы, сейчас услышала. Когда я уже сказала, что давай сейчас тебе возьму телефон, потому что надоело уже париться с твоим телефоном, да. Он говорит, а вообще-то я, где, самокат хочу. Я говорю, ну, нет, давай мы купим телефон, а самокат мы попозже тебе купим. Ну, так, так что немножко потерпит он тогда. Да. Так, пока муж там бегает по магазинам. Вот, сынокай, я вам сразу сэкономлю, хочу сэкономить свое время и пройтись по чеку, да. Так, 12.99. Это у нас стоило кофе, но сегодня у них в среду, субботу и воскресенье 30% скидка. Вот 12.99 минус 30%, видите, да, на кофе. Дальше, потом мы купили туалетную бумагу 2.58. Потом мы купили лампочка, мне нужна была там в лампу вставить, да, 2.59. И тоже, по-моему, да, тоже минус 30%, кстати. Сейчас на многие товары минус 30%. Потом евро 93 мы купили стеклоочистить, стеклоочиститель. На него тоже должно, по идее, быть минус 30%. Ну, что-то я не вижу, ладно. Потом 71.20, это стоит кофейный аппарат, который, ребята, я купила, да. Вот я его, он стоил 89 евро, да. На него акция, и мы заплатили 71.20, так что мы купили его по акции, да. И дальше, телефон, он стоил 274.99, да. И вот акция, мы купили его по акции за 199, так что тоже взяла по акции. Так, 15 центов кулечек, и общая сумма у меня получилась 290 евро 44 цента. В общем, вот так, это всмыкает то, что мы оттоваривались. Теперь по курице, то, что я собаке своей покупала, да, вот чек. Я читаю через телефон, поэтому я немножко буду тормозить, да. Сердечко, да, куриное стоило за килограмм 2.89. Потом дальше печенка куриная за килограмм 2.19. Потом желудочек куриный за килограмм евро 79. И еще куриные облески, таких типа филешек, да, 2.69. Все, я брала по килограмму, ну там плюс-минус на какие-то граммы, да. И в общей сложности я заплатила 9 евро 78 центов. Ну, а остальной кулек, который мы там в продуктовом магазине товаривались, я вам покажу дома. А, я еще забыла, да, ветеринарной клинике, что, сколько стоит. В общем, сама прививка мы сделали, стоила на 20 евро. 3 евро мы заплатили за то, что зубки и врачи, чтобы почистила там камень и сняла. И 5 евро за капельки в холку капать от плещей, от мах от всего. И в итоге мы там отдали 28 евро в ветеринарной клинике. Еще, как я вот говорила, мы предлагали там пищевую добавку за 20 евро, да, но если 28 еще плюс пищевая добавка, это уже 58 как-то. Ну, это как-то дороговато. Но я испробую ту гель, который нам дали для зубов, если что. Но потом со временем придется заехать купить добавку тогда эту. Так, ребята, ну все, мы пришли уже домой. Вот наши покупочки. Сейчас вместе с вами будем разгребать. Хочу показать вам вот эту вот кофеварочку. Какая у нас красивая какая коробочка. Сейчас будем разгребать. Папа тут набрал вот, слушай, оговорила шампанское. Еще, говорит, ликер какой-то вкусненький мне взял, сейчас посмотрим. Так, сейчас будем смотреть, что папа купил. Ну, это вот, про которое я вам говорила, мое любимое шампанское. 7 градусов всего, очень вкусненькое, сладенькое вообще. Лимонад, обожаю его. И пью только его, другой шампанское больше не пью. Оставляю вот, которая кислая, вообще не пью больше шампанское, да. Так, это бренди, да, ведь? Угу. Это бренди папа себе взял. Мы готовимся в этом, в октябре у меня день рождения, в декабре у мужа день рождения, поэтому потихонечку уже закупаемся, чтобы в день рождения напитки у нас были бы. Так, это, ооо, это что новенькое? Пап, ты мне купил что-то новенькое? Что это такое? Ликер. Ой, кремовый какой-то, да? Сейчас мы с вами попробуем, скажу, вкусненький. Ой, я обожаю такие штучки. Так, ликерчик. Все, а еще что-то есть. Для прогревания. Какая красивая бутылка, посмотрите, вообще суперская бутылочка. Это водка, да, ведь? Ага. Такая маленькая бутылочка очень, для барчика. Такие вот, всякие вещи мы любим для бара ставить. Так, а это папу угостили облепихивый сок дали. Он такой сладенький, его добавлять или в чай, или даже с водичкой разбавить, попить. Очень-очень вкусненько, вот я уже попробовала, вкусный. Сколько ты за все это отдал? 30. За все 30 евро ты отдал. Сколько шампанского тут стоило? 4,30. 4,30, да, супер. Классненько, молодец. Спасибо тебе за ликер отдельно. Пожалуйста. Спасибо тебе, это вообще. Сейчас попробуем. Виколепку у рюмочки попробовать хочу. Ну все, хватит, ага. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ммм, слушай. Вкусный? Ммм. 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 Обалденно. Дама называется. Дамский значит, да? Вот мы покупали это, который бальзамовский ликер, да? Он густой и очень-очень сладкий. Этот такой жиденький и менее сладкий. Очень вкусный, ребята. Он нежный. Вот нежнятина пьешь. Блин, как мне хочется вам дать попробовать, честно. Как бы вам дать попробовать? Очень вкусный. А сколько стоит эта бутылочка ведь? Около 5 евро. Около 5 евро. Дама называется. Девчонки, обалденный ликер. Он не такой густой, как все вот ликеры, да? Вот такие вот есть, да? И не такой вот прямо густой и сладкий. Где, кажется, один как будто бы сахар. Ммм. Он такой жидковатый вообще. Он не такой... Даже, давай на камеру покажу, какой он такой. Посмотрите, видите, какой он жиденький. На стенках почти ничего не остается. А тот, который густой, на стенках... Да вы, слушай, сравним густой ликер и с этим. Давай покажем. Давай. Так, это у меня дамский. А это у меня перчиковый, бальзамовский, да? Сейчас вот. Вообще-то это чуть-чуть погуще. Тогда, знаете, чем я перепутала? С Кирлайсом. Вот Кирлайс, он более такой густой такой, да? Ну, давайте даже поближе. Ведь видно там на камеру, нет? Вот. Как здесь и как здесь. Видишь? Они почти... Чуть-чуть почти одинаковые. Нет. Я вам соврала, да? Этот не такой густой. Густой я с тем перепутала. Который бальзамовский, который, понимаешь, такой бежевый бутылки, да? Или вот Кирлайс, вот он такой, тоже очень такой густой, насыщенный. Как? Это чуть-чуть погуще. Это менее густой и менее такой приторно-сладкий. Это тоже не совсем приторно-сладкий, но поприторнее, скажем так. Ну, оба хорошие. У меня оба... Вообще любят такие ликеры, мне оба нравятся. Оба хорошие. Про нашу-то звездочку забыли, а покупочку ее не показали моей нашей девочке, да? Ну, про ветеринарную клинику в машине сказала ценник, да? Вот мы покупаем такие вкусняшки ей, да? Кому, может, интересно, вот такие. Там такие вот, как бы, да, намотанное мясо на коже, да? Она вот любит эти вкусняшки. Мы берем всегда большую упаковку, 230 граммов, это намного выгоднее брать, да? И заплатила я 4,99 за эту вкусняшку. Сейчас покажу по-быстренькому, что я купила в Максиме, да, продуктовом магазине. Все цены называть не буду, это будет очень долго. Я уже по магазину походила, вам что-то показывала. Там просто сейчас покажу, что мы купили, да? Так, купили звездочку, вот такую вот. Она с клюквой, это клюквы, да? Она с клюквой маринованной, все-таки не помнишь, что она? Если мы не помним, то давайте не будем, короче. Шипачек очень долго искать. Вот, хотя взяли в кофеварке такие попробовать капсулы, не знаю, подойдет, размер не подойдет, потому что мы еще не знаем, какие надо покупать. Мы там потом откроем кофеварку, посмотрим, взяли эти капсулы тоже. Они 370, да, по-моему, стоили такое что-то. Далеко их не убираю. Масло взяли 82% по евро 9, да? Да. Евро 9 масло. В Максиме очень вкусная разлиная сметана, очень люблю ее. За килограмм она стоит 2,79. Мы запластили евро 89 за эту баночку. Здесь у меня 678 граммов. Вот такой салатный майонез мы очень любим. Взяли, не помню цену. Папа помнишь цену? Где-то 8 центов. Ай-яй-яй, извиняюсь. Белый хлеб папа себе дал. Я ем ту, которую я пеку. Он берет это на работу, делает бутерброды. Сколько стоил хлеб? Не помню. Искать не будем. Почекаю. Колбаса. Колбаса какая? Фореверская. Фореверская. Нам очень нравится эта фирма. Мы часто у них покупаем. Колбаса с сыром сколько? Не помнишь? Евро 47. Палкой или за килограмм? Это палочка. Евро 47. Так. Груша я вам показывала в магазине. Взяли, да? Два перчика взяли. Яблоки, как говорила, для курицы взяли. Взяли вот эти вот черри. Черри дорогие, да? Евро 79, по-моему, да? По кочке. Курицу взяли бананы. Рис мы взяли экстра. Взяли таких вот два йогурта. Пломбирные йогурты. Такие питьевые. Очень хочу попробовать. Мне кажется, будут вкусные. Кефир. Кефир сколько? Под евро. Под евро. Молоко тоже под евро. Под евро. И ковы. Это то, что мы взяли в Максиме. Сейчас откроем кофеварку посмотрим. Просто назову вам сына. Да, вот за все за это мы отдали 28 евро 22 цента. Я скажу, довольно таки много чего взяли. Ну и это еще наша такая не самая дорогая покупка. Как бы еще нормально обошлись. Таким средненьким испугом. Ну вот это то, что я купила собаке. Все по килограммам в коробках таких. Сейчас уже по ценникам не буду проходить. Я уже вам все сказала в машине. И вот такие вот, как говорила, да еще филешечки. Такое. С этого вместе я потом буду смешивать и буду готовить собаке все это. Ну и друзья, самая дорогая и самая главная покупка. Это аппаратик, который я хотела. Мы сейчас проверим, подойдут ли эти капсулы. Короче, да. Купили вот такой вот кофе. И знаете, что мне понравилось? Посмотрите. Этот кофе идет с крыжечкой. Видно ведь на камеру крыжечку? Да. Не надо ничего резать. Просто открыл, закрыл. Так. И клапан. Здесь клапан. А вот где должен всегда еще быть клапан, да. Обязательно, чтобы выходил углекислый газ. Может он здесь как-то выходит? Не знаю. Должен быть еще клапан. Потому что иногда через клапан можно понюхать, как пахнет кофе. Ладно. Потом. Первый раз покупаю кофе, не знаю. Вы смотрите, все вместе смотрите, ну очень красиво, да. Правда? Так. Купили вот стеклоочиститель. Он на спирту. Он намного лучше чистит стекла, не оставляет такие, как разводы не оставляет. Да. Лампочку мне надо заменить стеклого света на холодный свет. Купили ледовскую лампочку. Купили туалетную бумагу. Что это у нас стоило? Два с чем-то, да? Два с чем-то. Два с чем-то с туалетной бумагой. Мне нравится эта заво фирма. Как бы хорошая. Трюссольная. И папа, твой подарочек от меня. Девочки, мальчики, распаковочка. Всего этого будет она в следующем видео. Потому что, ну, я чувствую, что я же не вкладываюсь во время, да? Так, немножко я, конечно, распакую, покажу. Но там все подробности будут в других следующих видео, наверное. Посмотрим, короче, на сколько минут у меня выйдет это видео. Вот такой телефончик папе купила я. Спасибо. Пожалуйста. Ну, спасибо, зайчка, за такой дорогой подарок. Ой, да ладно, что ты не самый же дорогой подарок. Это самое. Нравится телефончик тебе? Ну, мы еще распакуем. А, надо показать зрителям, какой цвет красивый телефон. Сейчас распакуем, покажем, да? Угу. Вот. Redmi Note 8 Pro. И какой красивый цвет, ребята, посмотрите. Обалденный. Я надеюсь, вам видно. Смотри, как он видит через камеры, как играет. Посмотри. Обалденно, как играет цвета. Хочу показать цвет. Просто обалденный, очень красивый цвет. Надо сейчас папе будет его настраивать. У меня такой же самый, только белый. Вот такой вот телефончик. Сейчас, кажется, съемку веду вот на такой вот телефон я. Ой, друзья, у меня чувствую, что получается очень длинное видео. Сегодня я снимаю, снимаю, снимаю. Возможно, это видео я разделю на две части. Я даже не знаю, да? И просто, может, кто-то тогда в комментариях напишите, вас устраивает более короткие видео или то, что будет длинное видео, как бы для вас это нормально. Чтобы мне не разделять его на две части. Мне очень интересно для вас мнение, на какое время вам снимать видео. 15-20 минут, 30 минут. Это видео, которое сегодня, оно будет больше, чем 30 минут. Поэтому, если не трудно, напишите, устраивают ли вас длинные видео или нет. Или все-таки мне лучше их делить на два раза. Мне очень интересно ваше мнение. Так, ну давайте распакуем. Хочу уже посмотреть. Это мама сделала сама себе подарок, короче. Это я сама себе сделала подарочек. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Все так сделано. Так. А, кабель он открыл. Так. Решёточка, кабель. Сейчас вот все там надо вытаскивать. Это где водичка будет стыкать. Так, кабель. Сам аппаратик, сам аппаратик. Видите, какой он маленький, такой он классненький. То, что я хотела. Вот посмотрите. Вот сейчас. Так, развенись постепенно. Да? Хочу показать свою технику. Все. Посмотрите. У меня вот вся техника. Да? Она вся вот черного цвета. И вот кофеварочка. Это тоже где-нибудь. Я еще не знаю, где ее пристрою. Да? Вот тоже где-нибудь так вот будет стоять. И она не так сильно будет выделяться. Маленькая. Потому что иногда из-за одной себя. Ты на меня показывай тоже камеру. Да? Иногда из-за одной себя мне просто не хочется включать этот большой аппарат. В этой маленькой сделал себе кофеечек. И пьешь, короче. Такой хорошо большой открывать, когда там два человека и больше. А из-за одной себя как-то иногда бывает просто лень. Ну, в общем, сейчас вот такой аппаратик. Ну, вот так вот выглядит, да? Не знаю еще пока на сколько здесь емкость воды наливать. Я думаю 0,5, наверное, где-то. Так вот очень похоже 0,5, да? Вот так вот выглядит аппаратик. Сюда вставляется капсула. Так. А вот отсюда. Сюда они вот падают, автоматически падают сюда вот потом капсулы. Ой! Стопаньки! Уронила. Вот так вот. Сейчас папа все сделает. И сейчас посмотрю, подходят эти капсулы или не подходят. Ну что, друзья. Капсулы одинаковые. Посмотрите. Значит, подойдут. Видите? Вообще одинаковые. Супер. Зайчка, мы с тобой не зря денежку сегодня потратили, да? Конечно. В общем, подойдут по-любому, потому что одинаковые. Вот размерчик вот видно, да? Угу. Вот есть капсулы, которые у меня к той кофеварке. Они называются Nestle. Nestle, по-моему, да? Называется. У тебя бы не подошли бы. У тебя большие. А этот маленький. Так что все мы правильно с тобой, Зая, купили, да? Отлично, короче. Все. Ну вот, дорогие друзья. Вот такое видео сегодня с вами получилось. Я с вами буду прощаться. И увидимся с вами, как всегда, в следующем влоге. А вы, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Ставим лайки. И нажимаем на колокольчик. Не пропустим следующее видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok